Здравствуйте! Это специальный выпуск программы «Прямой эфир» в студии Ирина Кузина. До 14 июля на территории Тверской области проводится Всероссийская неделя о правовой помощи по вопросам защиты интересов семьи, приуроченная Году семьи и Дню семьи, любви и верности, празднику, учрежденному в память о святых Апетре и Февронии Муромских, традиционных покровителей брака в православии. Брак, создание семьи – это не только эмоции и чувства, но и огромный спектр юридических вопросов и процедур. О том, что такое брачный договор и какую защиту он дает супругам, об этом и не только, скажет наш гость, президент Нотариальной палаты Тверской области Денис Александрович Ефимов. Денис Александрович, я рада вас приветствовать в нашей программе. Итак, я заявила очень интересную тему. Так вот, правовое воспитание, просвещение граждан. Насколько эта тема актуальна на сегодняшний день? На мой взгляд, правовое просвещение – это тема, она всегда актуальна. Она и будет актуальна, и была актуальна. И на данный момент государство и общество выделяют огромное внимание защиты интересов семьи, защиты интересов несовершеннолетних. Этому посвящен целый институт права, семейное право, есть семейный кодекс. Нотариат очень тесно связан с семейным законодательством, с защитой несовершеннолетних, с защитой семейных ценностей. Несмотря на то, что семейное законодательство постоянно изменяется, тем не менее, именно на нотариус возложена огромная обязанность по удостоверению сделок односторонних, двухсторонних, которые связаны с защитой прав несовершеннолетних, защитой интересов супругов. Каждый год количество нотариальных действий в этой сфере неуклонно растет. До 14 июля будет проводиться специальная акция. Как вы думаете, какая основная цель ее, задача? Основная цель, задача, чтобы те люди, которые, возможно, на данный момент нуждаются в юридической помощи, чтобы они обратились к квалифицированным специалистам, к нотариусам. У нас будет открыта горячая линия, и люди, граждане наши смогут обращаться к нотариусу по телефону с этими вопросами, которые их волнуют в плане семейного законодательства. Также нотариальный палат совместно с другими организациями будет провести мероприятие в плане консультирования на различных площадках города Твери и Тверской области. Мы уверены, что за вот эту неделю будут однозначно какие-то вопросы у наших граждан, у жителей Тверской области, которые мы с удовольствием разрешим, помимо, конечно же, тех вопросов, которые мы решаем ежедневно. На нашей программе я хотела бы особо остановиться на брачных контрактах. Для чего они нужны? И относятся ли сегодня наши граждане с осторожностью к заключению таких договоров? Или, наоборот, готовы к тому, чтобы на берегу сразу договориться обо всех нюансах, которые могут их ожидать уже в течение всего брака? Брачный договор, который, соответственно, полежит обязательному нотариальному удостоверению, предусматривает, в первую очередь, защиту интересов лиц, которые вступают в брак, либо уже являются супругами. Соответственно, сегодня 40 Семейного кодекса Российской Федерации. Брачный договор – это соглашение лиц, желающих вступить в брак, либо супругов, по которому они изменяют, соответственно, устанавливают имущественные права и обязанности. На данный момент количество брачных договоров растет. В 2023 году было удостоверено по всей территории Российской Федерации на мой взгляд, отношение именно к брачному договору, оно меняется. В обществе люди понимают, что это уже какая-то необходимость для того, чтобы определить, как каждый из супругов будет пользоваться тем или иным имуществом, будет ли имущество это совместный период брака, раздельное, либо находиться в долевой собственности, какое имущество будет на одному супруге, какое имущество будет на другом супруге автомобиле, недвижимое имущество. Благосостояние, на мой взгляд, у нас граждан улучшается, растет, появляется новое имущество, которое предается как в период брака, и, соответственно, ему необходимо придавать определенный статус для того, чтобы этим имуществом, в том числе, распоряжаться в период брака, передавать в залог, заключать кредитные договоры с передачей в залог имущества. Именно брачный договор облегчает многие взаимоотношения. Давайте более подробно. Зачем и кому нужен брачный договор? Только он ли касается людей, у которых есть много недвижимости или деньги? Не обязательно. Есть очень банальные, простые ситуации, когда люди приобретают имущество с использованием кредитных средств. И зачастую, либо это, возможно, будет требование кредитной организации, либо просто жизненная необходимость, что бремя, оплата кредита возможна только одним из супругов. Заключается, действительно, брачный договор, что это имущество является личной собственностью этого супруга, и, соответственно, он несет все обязанности по оплате этого кредита. Соответственно, это приветствуется и банками, и самим гражданам. Становится проще, и понятно, что это имущество, да, вот он оплачивает, соответственно, и несет за него ответственность единолично, не касаясь второго супруга. Денис Александрович, как Вы считаете, можно ли составить самостоятельно брачный договор, и какую роль в этом случае будет играть нотариус? Начнем с того, что брачный договор полежит обязательно нотариальному удостоверению. Составить его, конечно же, можно, если Вы обладаете необходимыми знаниями, квалификацией проект договора. Но с этим проектом Вы должны пойти к любому нотариусу для того, чтобы он был удостоверен. Зачастую, по практике, мы видим, что те договоры, которые составляются, проекты, которые составляются гражданами, не всегда соответствуют требованиями семейного гражданского законодательства. И часто вносятся изменения. Поэтому изначально наиболее правильно прийти к нотариусу, поскольку именно нотариус удостоверяет договоры и имеет колоссальный объем практики, знаний, повышает свою квалификацию ежегодно. И может составить договор, который будет наиболее выгоден каждой стороне. То есть лучше все равно подойти к специалисту, к нотариусу, и если есть вопросы, их обсудить заранее? Конечно. Вот смотрите, живет семейная пара много лет. И вдруг они понимают, что есть еще другая сторона вопроса, как брачный договор, какой-то контракт. Может быть, одному из супругов кажется, что это правильно, после 10 лет, а может быть, и 20 лет совместной жизни его составить. Как в этой ситуации быть? Как внутри семьи разрешить эту ситуацию? Бывают случаи, да. Бывают, приходят граждане, которые действительно смотришь свидетельство о регистрации брака, а там он заключен уже 20-30 лет. Но необходимость возникает, и люди принимают решение заключить брачный договор, чтобы определить, какое имущество принадлежит на праве совместной, раздельной собственности, долевой собственности. Брачный договор по факту регулирует только имущественные права и обязанности, а сами семейные ценности не затрагивать. Хотя, естественно, имущественный вопрос всегда очень важен. Острый. Острый, важный. Поэтому, на мой взгляд, на данный момент граждане приходят заключать договоры как до вступления в брак, как также и после вступления в брак. Цели у всех разные. Абсолютно у всех разные. И этот институт, наверное, будет еще больше развиваться с развитием, соответственно, нашего общества. То есть, именно когда граждане наши понимают, супруги понимают, что четко распределяют свои имущественные права и обязанности в семье, мне кажется, даже меньше споров в чем-то. Я с вами соглашусь. Таким образом, делаю вывод, что заключить брачный договор можно в любое время, независимо, как много лет вы состоите в браке. Понятно. Возможно ли в брачном договоре предусмотреть распределение имущества на случай смерти супруга? И такие вопросы есть. Это невозможно. Есть отдельный документ, это завещание. Она односторонняя сделка. К нему особые требования. Он совершается единолично, без присутствия посторонних. Есть, конечно, совместное завещание супругов. Но брачный договор не может содержать элементы завещания. Хорошо. Супруги решили, или будущие муж и жена решили, что все-таки им нужен брачный договор, контракт. Какие необходимо взять с собой документы? Как подготовиться заранее к этому процессу? Надо перейти на консультацию, если есть какие-то вопросы, какие-то недопонимания. С собой нужно иметь паспорт. Соответственно, муж приходит с паспортом, жена приходит с паспортом, сделка двухсторонняя. Если брак уже зарегистрирован, то свидетельство о заключении брака. По брачному договору предусмотрен переход права. Если данный факт будет в документе, то нужно иметь правоостанавливающие документы для того, чтобы нотариус мог оценить эти документы и провести правовую экспертизу. Какой срок действия у брачного договора? Договоры заключаются без определения какого-либо срока, а под конкретной больше цели. Определение, какое будет имущество совместное, раздельное, долевое, как будут имущественные права, соответственно, обязанности осуществляться. Денис Александрович, представляете себе такую ситуацию? Люди уже договорились, составили этот договор, а потом вдруг в процессе жизни они какие-то хотят внести изменения. Это возможно или нет? Или как решили сначала, так и с этим документом и живем? Нет. Всегда можно внести изменения в существующий брачный договор путем заключения дополнительного соглашения. Можно изменить его полностью, то есть те условия, которые в нем были, поменять, сделать новыми. Также полежит это все обязательно материальному удостоверению, если есть недвижимое имущество, госрегистрация. Если же по каким-то причинам брак прекратил свое существование, а брачного договора супруги не заключали, как можно разрешить сопутствующие разводы имущественные и другие правовые вопросы, тоже частые вопросы? В общем, это распространенная ситуация, но есть необходимость в разделе имущества, то граждане заключают соглашение о разделе супружеского имущества, определяя, какое имущество остается у каждого из уже бывших супругов. Либо выдают компенсацию, то есть один супруг получает какое-то целое имущество, а, соответственно, второй супруг выплачивает компенсацию за это. Также существуют алиментные обязательства, которые у нас предусмотрены нашим семейным законодательством. Не обязательно для этого обращаться в суд. Во многих ситуациях сейчас это решается у нотариуса соглашение о выплате алиментов. Но если стороны к этому готовы, если у них нет споров, тогда это можно делать. Тогда работает нотариус. Если, конечно же, нет договоренности, то это только суд. Давайте с вами обсудим, какие еще нотариальные действия совершаются в сфере брачно-семейных отношений. Их количество растет и, наверное, и будет расти, поскольку общество развивается. Семейные отношения, на мой взгляд, тоже, соответственно, как-то меняются. Главное, чтобы они были крепкими, надежными. Это я говорю, как уже отец троих детей. Руководитель большой семьи. Ну, а обращаются за большим количеством документов. Ну, в первую очередь, связано с семейным законодательством соглашение об отчуждении имущества. В основном, это когда идет отчуждение недвижимого имущества, сделки о дарении, куполь-продаже, мены. Либо, когда сделки полежат обязательной государственной регистрации, либо обязательному материальному удостоверению, допустим, договор об отчуждении долей о различные другие сделки. Прорабатываются, в том числе, вопросы об обязательном удостоверении согласия на отчуждение приобретения автомобиля, поскольку данное имущество сейчас достаточно дорогое. Иногда оно стоит даже больше, чем недвижимое имущество. И, собственно, отчуждение этого имущества связано с тем, что меняется, либо покупка этого имущества связана с тем, что изменяется существенно имущественное положение в семье. А что будет, если не получить согласие? Если не получить согласие, то та сторона, которая должна была дать согласие и не выдала согласие по каким-то причинам, она может обратиться в суд для признания этой сделки недействительной, то есть расторгнуть этот договор в судебном порядке. Обязательно ли оформлять согласие на выезд ребенка за границу у нотариуса? И что из себя представляет этот документ? Считаете ли вы его актуальным? Обязательно. Это предусмотрено законодательством. И это, на мой взгляд, очень актуально, потому что, выезжая за границу, ребенок впадает в другое правовое поле. И родители, законопредставители, каждый из них владеет равными правами и обязанностями по отношению к ребенку. И он должен знать, где находится их несовершеннолетний. Поэтому, на мой взгляд, это актуально и будет востребовано в ближайшее время точно. Время нашей программы подходит к концу, но вначале мы говорили с вами об этой акции. Я хотела бы, чтобы вы еще раз напомнили и пригласили всех жителей поучаствовать и с юридической точки зрения просветиться. Уважаемые коллеги, уважаемые жители Литвийской области, мы приглашаем вас в Нотариальную палату, а также предлагаем вам обратиться по телефонам горячей линии для консультации по вопросам семейного законодательства. Телефоны указаны на сайте Нотариальной палаты. Я уверен, что все вопросы, которые у вас есть по семейному законодательству, мы разрешим и дадим вам правильную правовую консультацию. Ну что же, я вас тоже поздравляю с праздником. Желаю всего доброго. Благодарю, что вы пришли к нам в студию и ответили на все вопросы. Спасибо. Это была программа «Прямой эфир». Всего доброго и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин